Однако не все ошибки, которые возникают в процессе исполнения нашего кода, достаточно фатальны для того, чтобы мы перестали исполнять код вообще. Некоторую часть ошибок мы можем поймать и затем обработать. Давайте посмотрим, как мы можем это делать. Рассмотрим пример. Когда мы попытаемся запустить данный код, то мы получим с вами typeError, просто потому что внутри нашего списка есть как строковые, так и числовые значения, поэтому интерпретатор не сможет его ассортировать, потому что их он не может сравнить. Что бы мы хотели сделать? Мы бы хотели запустить данный код, и если внутри него возникло исключение, то обработать его и, допустим, вывести на экран, что оно действительно случилось, а затем продолжить исполнение кода дальше и вывести print I can catch. А если исключение здесь не случилось, то мы бы просто хотели продолжить исполнение кода. Для этого в языке Python есть конструкция try. Сначала пишем try, затем указываем двоеточие, сделаем сножку в четыре пробела, и в теле try мы указываем тот код, который бы мы хотели запустить, проверить. Далее мы указываем ключевое слово accept и тип того исключения, которое может возникнуть в процессе исполнения тела try. Здесь мы указываем type error, потому что мы боимся, что он возникнет. Ставим также двоеточие. И внутри тела accept мы указываем, что же делать в том случае, когда type error действительно возник внутри тела нашего try. Давайте просто выведем вот такое сообщение, которое достаточно грустное и говорит нам о том, что type error внутри возник. Теперь давайте наш код запустим. Мы убедимся в том, что исполнение нашей программы действительно не прервалось, и что внутри действительно возник type error. То есть когда он попытался запустить метод sort, возник type error, он дошел до блока accept, увидел, что мы ловим type error, мы вывели значение type error, а после этого мы успешно продолжили исполнять код до конца. Да. Замечательно. Это именно то поведение, которое мы хотели. Мы решаем, что такое возникновение ошибки в том месте программы является некритичным для того, чтобы целиком останавливать исполнение всей программы. Конструкция try accept позволяет нам выбрать типы ошибок, которые мы считаем некритичными, как-то их обработать и затем продолжить исполнение кода. Давайте с вами попробуем, как можно больше узнать о try accept блоках. Давайте с вами напишем функцию f от x и y, которая будет пытаться вернуть значение x, деленное на y. В нашем случае мы пока что пытаемся поймать только type error и вывести type error на экран, если мы его поймали. Тогда несложно убедиться в том, что если мы запустим данную функцию от значений 5 и 10, то мы действительно поймаем type error, потому что мы не можем разделить 5 на пустой список. Также если мы передадим, допустим, вместо пустого списка строку, то мы, в общем-то, получим то же самое, что, в общем-то, и логично. А что произойдет, если в качестве второго аргумента мы попробуем передать 0 и вывести, допустим, это значение на экран? Когда мы это запустим, мы увидим, что на самом деле у нас происходит zero division error. Конечно, мы не можем разделить целое число на 0 в языке Python, однако это не является ошибкой типов, а является ошибкой, скорее, арифметической. И здесь появляется первое правило try-accept-блока, то, что если внутри try-блока произошло исключение, которое мы не ловим каким-нибудь accept-блоком, тогда это исключение ведет себя так же, как если бы этого try-блока не было. Тогда что же мы можем сделать, чтобы пытаться обработать деление на 0? Прежде всего мы могли попробовать написать еще один accept-блок и, допустим, поймать здесь zero division error и написать, например, что мы делили на 0, очень грустно, очень жаль. Запуститься и убедиться действительно в том, что когда мы запускаем функцию, пытаемся вывести ее вот таким вот образом, мы действительно напечатали значение zero division и при этом не вернули никакого значения, потому что единственный return находился внутри try-блока и не был исполнен. Раз наша функция не вернула значение, то мы вывели на экран none. Когда мы пишем сразу несколько accept-блоков, важно помнить о том, что любое исключение будет обработано лишь одним из них, первым, под которое она подойдет. Остальные accept-блоки просто не будут исполняться. Однако мы могли бы поймать ошибку деления на 0 еще и по-другому. Важно помнить, что мы можем ловить наши исключения в любой момент исполнения на стеке. То есть мы могли бы поймать это исключение вот здесь внутри функции, или на самом деле, если здесь внутри функции мы его не ловим, мы могли бы попытаться поймать деление на 0, когда запускаем нашу функцию f от 0. Мы могли бы попробовать запустить данный код и попытаться здесь поймать zero division error и убедиться в том, что мы его действительно ловим. И запустить данный код. Однако мы можем поймать одним accept-блоком сразу несколько типов исключений. Для этого нужно передавать в accept кортеж, содержащий типы этих исключений. Беремся к первому варианту, который мы написали в функцию, которая содержала два accept-блока. Давайте на самом деле создадим вместо них кортеж, который содержит два наших типа ошибок. И выведем здесь просто сообщение о том, что у нас был error какой-либо. Тогда, когда мы запустим данный код, мы увидим все в том, что у нас действительно произошел error и вернулось значение none. И также, если мы передадим внутрь функции print, внутрь функции f в значении 5 и, допустим, пустой список, то мы эту ошибку также обработаем. Также в языке Python мы можем поймать и сам объект ошибки. Для этого нам нужно указать после типа, который мы ловим, as и имя того объекта, который мы хотели поймать. То есть здесь, после кортежа, мы можем указать asE. И тогда внутри этого accept-блока у нас будет определено имя E, в котором будет содержаться объект нашей ошибки. Мы можем вывести, например, тип ошибки E. Мы можем, допустим, вывести саму E. И также у любой ошибки есть атрибут args, который тоже иногда полезно выводить. Давайте исполним следующий код. И что же мы вывели на экран? Собственно, мы запускали нашу функцию два раза. В первый раз мы запускали с нулем, мы увидели, что тип данной ошибки. Это zero division error, это класс. Мы увидели строковое представление ошибки, это просто ее описание. И мы увидели аргументы, с которыми мы создавали экземпляр класс. То же самое верно и про typeError, который мы вывели, когда передали функцию f в пустой лист. Он также хранит в себе сообщение как строковое представление. И также хранит аргументы, которые мы передали в конструктор класса typeError, когда ее вызывали. Может случиться и такое, что мы не знаем, какой конкретный тип ошибки может произойти в том коде, который мы хотим исполнить. И поэтому мы чаще всего считаем, что там должно не происходить никаких ошибок. В таком случае мы иногда можем захотеть исполнить tryAcceptBlock без указания конкретных типов, исключений, которые нужно ловить. Для этого мы можем использовать пустой accept. То есть в нашем коде для функции f мы можем не указывать типы, не указывать объекты, указать вот такой вот accept двоеточие. И тогда он поймает любую ошибку, которая произошла внутри кода. Мы опять выведем сообщение Error. Если мы что-то поймали, запустим данный код и убедимся в том, что мы действительно поймали ошибки, но мы конкретно не знаем какую. Стоит понять, какими же механизмами мы пользуемся, когда пытаемся понять, подходит ли исключение, которое возникло внутри кода, данный конкретный acceptBlock. Давайте для понимания еще сильнее упростим код. Мы просто в try-блоке запустим деление 15 на 0, проверим, ловим ли мы исключение из 0.divisionError и выведем, есть ли его ловим. Запускаем следующий код. Да, мы убежаемся в том, что мы действительно совершаем деление на 0. Вот здесь внутри блока try на самом деле генерируется объект исключения, когда мы пытаемся разделить на 0. У этого объекта нет имени, однако где-то у нас есть такой объект E, пускай я назову его E, его не существует ни в каком nameSpace, и что же происходит, когда мы делаем accept? Accept на самом деле проверяет, если вот мы передали всего один класс, он проверяет из instance.ly E, в нашем случае 0.divisionError. Если это значение равно true, то внутрь accept блока он заходит. Если же мы передали, допустим, больше значений внутрь, больше типов внутрь accept блока, допустим, мы добавим здесь typeError и добавим скобки. Если же у нас сразу появляется несколько типов, то он для каждого из них проверяет из instance.ly, наш вот объект исключения E, каждому из этих типов. Если true хотя бы для одного из этих типов, то он заходит внутрь accept блока. Закономерным вопросом является следующий. А почему мы не используем сравнение типов через type, а запускаем функцию из instance? Дело в том, что все ошибки в языке Python представляют собой иерархию. И, например, 0.divisionError наследуется от класса ArithmeticError, то есть он является арифметической ошибкой. Давайте сначала убедимся в том, что 0.divisionError действительно от чего-то наследуется. Давайте выведем в терминал наш порядок разрешения методов для 0.divisionError. Мы здесь увидим классы 0.division, ArithmeticError, Exception, BaseException и, конечно же, Object. В языке Python ошибки не используют множественное наследование. То есть я могу точно гарантировать, что 0.divisionError наследуется только от Arithmetic, ArithmeticError только от Exception, Exception только от BaseException и BaseException только от Object. Тогда давайте я поставлю ArithmeticError сюда и вот сюда. Здесь я напишу, что мы поймали на самом деле арифметическую ошибку. И запущу данный код. Конечно же мы поймаем арифметическую ошибку, потому что деление на 0 также является арифметической ошибкой. Именно поэтому мы используем метод из instance для того, чтобы определить, попадает ли данное исключение в конкретный acceptBlock. Так как для того, чтобы понять, в какой из acceptBlock мы попадаем, мы пользуемся функцией из instance, никогда не имеет смысла проверять наследника внутри одного acceptBlock после предка в acceptBlock выше. Давайте посмотрим. Если бы мы использовали здесь после арифметик-эррора еще один acceptBlock, который бы содержал здесь и 0.divisionError, и бытовосим вывели бы 0.division, то PyCharm бы нас сразу предупредил, что мы пытаемся использовать наследника класса арифметик-эрор в acceptBlock, который следует после acceptBlock с арифметик-эрор. Таким образом, раз любое исключение может быть обработано лишь одним acceptBlock, наш второй acceptBlock целиком не нужен, потому что все арифметические ошибки мы уже поймали выше, в том числе и все ошибки деления на 0. Все, что нам осталось узнать о tryAcceptBlockе, это ключевые слова else и finally. Ключевое слово else используются тогда, когда внутри tryBlock не возникло никакого исключения, и мы, возможно, тоже хотим что-то сделать в этом случае. А блок finally запускается в любом случае, когда мы обработали исключение, когда исключения не было, и даже когда есть такое исключение, которое мы обработать не смогли. В этом примере я собрался собрать все это воедино. У нас также есть функция divide, которая пытается разделить x на y, результат она записывает в переменную result. Мы ожидаем, что у нас будет 0.divisionError внутри, и если мы его поймаем, то мы выведем сообщение divisionByZero. Если у нас не будет никакого исключения внутри, мы выведем сообщение в терминал, что результат данной операции, и выведем наш результат. И внутри finally-блока мы просто выведем строку finally. И когда мы наш код запустим, мы убедимся в том, что у нас все работает правильно. Сначала мы запустили его для значений 2.1, мы увидели, что result действительно равен 2, и у нас выполнился блок final. Затем мы запустили его с аргументами 2.0, мы убедились в том, что мы поймали ошибку divisionByZero, и мы все равно запустили блок final. А когда мы попытались разделить его на лист, мы здесь получили typeError, который мы не смогли обработать. Таким образом, в языке Python у нас есть достаточно гибкий набор инструментов для того, чтобы мы могли контролировать исполнение нашей программы. И если у нас возникает ошибка, у нас всегда есть возможность ее обработать.